Зинаида Григорьевна Захарченко Зинаида Григорьевна, что легче сделать, вот эту подушечку или вот эту вышить рубашечку? Вы знаете, я бы сказала, и в одной много работы, и все-таки надо, ну, как сказать, охоты, терпение, да. Так что надо всем, надо посидеть, надо поработать. А что Вы больше любите робить? Ось такую вышивку? Сейчас, в данный момент, раньше, то, конечно, я любила вообще все, и гладью, и крестом, и набивной, и все. Ну, а сейчас, конечно, ну, как сказать, сейчас уже время не то. А вообще-то, еще иногда бывает то, что снимает охота что-нибудь сделать. Это уже сколько раз Вы выставляли Ваши работы на святах у Радгоспе? Да, Вы знаете, я не выставляла их. А почему? Ну, вот так, ну, что-то я не выставляла их. Я что-то не знаю. Алиж люди с интересом глядают, запитывают Вас, как это делают? Правильно, спрашиваю. Ну, а как же ж? Каждый интересуется, как это оно делается. Рассказываю, конечно, свои, передаю опыт, який там, як я его делала, чем я его делала. Ну, передаю людям, пусть занимаются, у кого есть желание. А у богатех есть божания? Есть, есть много таких, что интересуются, и вот я сделала, а я сделаю. Ну, вот так вот. И Вам приятно передавать? Конечно, конечно, приятно передавать, через то, что все-таки свой опыт, вроде, и свое знание я, вроде, передаю. Нехай больше будет ось такой красивой у Вас, да? Да, да, пусть, не только у меня, пусть будет вообще у людей много и много и много такого хорошего вещей. И, чтобы каждый радовался своими работами, передавал, вот, навчал других. Вот, так что пусть занимаются. Валентина Николаевна, я, наверное, задам Вам тот же вопрос, какой интересует очень многих. Как Вы научились так прекрасно вязать? В шесть лет мне бабушка показала лицевую петлю и изнаночную. Я вязала так, по мелочам, куклам, одежки, одежку, шапочки, кофточки, игралась. Года полтора назад я увидела очень красивый рисунок, и мне очень понравилось. И я решила начать вязать серьезно. И вот это вяжете? Только для себя или кто-то обращается с заказом? Нет, я вяжу только для себя. Только для себя и для своих родников. Ну, а жители Дробышева к Вам обращали, чтобы Вы что-то связали? Может быть, действительно здесь организовать в совхозе мастерскую? Как Вы считаете? Конечно, можно было организовать мастерскую. Очень много желают сделать такие вещи, да? Да, у нас много желающих вязать. И Вы же смотрели, вот такая оперативная работа, она ничем не отличается от Вашей. У Вас даже лучше вещи. Не знаю. Ну, если взяться за эту работу, Вы бы взялись, да? Конечно, конечно. Вы считаете, в совхозе такое нужно? Конечно, нужно. Ведь сейчас так тяжело с вещами. Тяжело с вещами. И вот они, прекрасные и красивые вещи. Ну, что ж, спасибо. Я вижу на выставке очень большой интерес к Вашей работе. Как тебя зовут? Наташа. Наташа? А тебе нравятся работы мамы? Да. Чем нравятся? Ты уже сама умеешь что-нибудь или нет? Нет. Шарфики только такое, люненькое. Вяжешь? Ну, нравится работа мамы, да? Мне действительно говорили, что Ваши работы, как, ну, машинные. Это вручную? Крючком? Это нет. Я вязала на спицах. На тонких, на толстых спицах. Вы парикмахер. Вы парикмахер. Вы обслуживаете людей так же красиво, как ляжете? Стараюсь. Стараетесь. А что Вам говорят жители Дробышева? Говорят, что неплохо. Людей обычно у меня предостаточно. Ну, а если люди, значит и работа неплохая. Имеется что-то общее? Ну, скажем, нужно для этого терпение, вот, вязание и обслуживание людей? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, соседонька, помогай мне. Позичь мені чоловіка хоть на два дни. Позичь мені чоловіка хоть на два дни. А я тобі гумка-люкка доброзичу, але свого чоловіка не позичу. Но своего человека не позичу Не пози,oxドン, не пози,. Потому что я его за рифф과 ammo закличу. Ой, пози, ex unit, дidzą, винский ложек. Человека не пози, а не трошек. Человека не пози, а не трошек. Ой, пози, ex unit, д Yoshader, шета. Человека не пози, кулюца, кулюбflower как виatar. И еще один очень важный цех есть в совхозе. Вернее, целое хозяйство, парниковое. А представляет сегодня его Антонина Петровна Антоненко. Просто рабочие. Конечно, у нас работа, ну как вам сказать, тяжелая. Очень тяжелая, но зато благодарная работа. А вот чем благодарная ваша работа? Чем благодарная работа наша? Мы выращиваем рассаду. Эту рассаду сажают в поле. Ну а в поле, значит, овощи. И от того, что вы посадите, как вы посадите, как вы будете ухаживать. И будет зависеть, будут ли те овощи, да? Да. Мы рассаду выращиваем доброкачественную. Ранее у нас капуста, помидоры у нас ранее. Вот, огурцы ранее в теплице. Теплица большая у нас, полтора гирпетра. Ну, пятьсот соток, вы поняли. Вот. Перец мы выращиваем, синенькие. Все это идет в поле. Вот. Сколько у вас человек? Вот расскажите о ваших подругах. Ну, у нас подругу осталось две нас, можно сказать. И то уже одна на пенсию пойдет через два года. Ну, а в основном я осталась. Вот. Бригадир у нас очень хорошая. Костенко Екатерина Михайловна. Молодая бригадир. Добрая. Внимательная, можно сказать. От нее коллектив, ну, хороший. Ну, кто у нас еще остался? Слесарь у нас остался, молодой тоже. Вот. Электрик у нас остался, тоже молодой. И все. Значит, молодежи много, да? Ну, вот это весь наш коллектив. Маленький коллектив наш, но дружный. Основной, что дружный у нас коллектив. Ну, ну, что вам еще сказать? А еще скажите о вашей семье. Вот муж где работает, дети какие у вас? Ну, дети у меня, трое у меня детей. Старшая дочь работает у меня в детском садику. Иушка, поваром. Муж работает, киномехаником, декабрь, современник. Ну, двое детей учатся в школе. И как сейчас трудно? Вот в школе учатся, работают. Сейчас вам трудно, сложнее, намного сложнее? Конечно, но сложнее нам. Вот. И детям, конечно, тяжело. Вот у меня дочка десятиклассница. Вот, она не поступила учиться. Ну, их пригласили на поле работать. Они убрали буряк. Конечно, дирекция школы, колхоза, конечно. На Калинина работали, тоже благодарные. Детям дадут, ну, обещали путевки. Она поедет отдыхать. Сын у меня в третьем классе учится. Тоже. И хозяйство держите? И хозяйство держим. Маленькое у нас хозяйство. Вот скажите, когда вы все это успеваете? Все успеваем. Нам очень тяжело, когда у нас этот три месяца период, когда мы рассаду выращиваем. Нам очень тяжело. Очень тяжелый период у нас. Ну, и, конечно, тогда пошло поэтапно. Более тяжелый период тоже. Обычным водам тяжело. Вот. Прополка тяжело. Уборка тяжело. Все тяжело. И когда начинается этот период? Вот сейчас, в ноябре? У нас на парняках уже сейчас начинается этот период. Мы заносим землю. Можно сказать, мы уже все занесли землю. Потом начинаем плеять пленку. 20 января сеем раннюю капусту. Вот. У нас тогда красиво в теплице. Очень красиво. Вот. Потом мы сажаем огурцы ранее. У нас тоже тепличка выращиваем. Вот. Сажаем большую теплицу. Красиво. Очень красиво у нас теплица. Проезжайте. Вот видите, как вы поэтично, очень красиво рассказали о своей работе. Спасибо вам и успехов. Вот такие талантливые люди живут в совхозе коммунистов. Красно-Лиманского района. Красивые они в работе, на отдыхе. И делами, и душой красивы. Иначе, почему приходят они сюда после работы, чтобы готовить концертную программу? Или берут иголку, спицы, ключок? А слесарь молочно-товарной фермы, а слесарь молочно-товарной фермы Александр Михайлович Талиус Кисти. Ну вот пришло время подводить итоги выставки. Члены жюри, работник профкома Любовь Николаевна Абросимова, главный экономист Ирина Николаевна Сабинина, заведующая детсадом Ивушка Валентина Ивановна Бербицкая и бригадир животноводческой фермы Татьяна Павловна Ефременко. Итак, чьи работы лучше? Что вам больше всего понравилось? Нам больше всего понравилась ручная вязка. А также вот девочки приготовили кулинарные изделия. Например, вот я в руках держу, это называется железь сметана радуга. Очень красиво и искусно они сделали. Вы хозяйка, и как вы думаете, сколько нужно готовить вот такое изделие? Ну на это очень много времени. На этой выставке мне больше всего понравилось художественное произведение, картины. И я хочу сказать, что я в хозе прожила, мы даже 30 лет, и я не знала, что у него такой талант. За что я вам очень большое спасибо. И я хочу, чтобы жюри наша просудила ему первое место за эти картины. А вы что скажете о выставке? Так, выставка вообще очень хорошая в целом. И картины хорошие, и хорошая очень вышивка, и вязание хорошее, и кулинарные изделия очень хорошие. Это молодые девочки, которые готовили вот эти все кулинарные изделия. Молодые девочки, которые вышивали, вязали у нас. И вот дальше у нас идет выставка по вышивке. Там тоже очень красивое панно, красивые, красивые ручники, костюмы красивые. Я думаю, что такие выставки нам надо проводить на каждый наш праздник, День сельского труженика, и больше День сельского работника, и больше узнавать наших людей. Вы уже решили, кому первое место? Ну, мы определились. Первые места вот по кулинарным изделиям у нас есть Дегтярева Лилия Вячеславовна. Вот она сделала вот этот торт и сделала желе «Радуга». Вот ей первое место. Потом по вышивке, там вот дальше вышивка, мы первое место присудили Кучеренко Любой Ивановне. Это рабочая наша консервного завода, вот она очень красивое панно сделала, и там такие картины у нее вышитые. По изобразительному искусству, по картинам, ну, у нас один человек, и, конечно, такие картины, надо ему отдать, конечно, должное, и мы решили ему это первое место присудить. По вязанию мы разделили на несколько видов. Вязание крючком, вязание на спицах и машинное вязание. Вот по вязанию крючком мы первое место присудили Синецкой Ларисе Александровне. По вязанию на спицах мы присудили первое место Клестер Валентине Николаевне, так как у нее там изделия, ну, узор больше, изделий больше с узорами, и труднее вязка там, вот, и более разнообразные. Второе место Декун Валентине, и по машинной вязке у нас там один только человек, это Азарова Ольга, и мы ей определили первое место по машинной вязке. И поощрительный приз мы решили также присудить детскому саду, работникам детского сада Ивушка, за вот это оформление ихней выставки небольшой. Ну, там тоже использование семена овощных культур, подсобный материал, это крупа, вот они окрашены, и очень красивые сделаны такие картины небольшие. Рослик Галина, она шьет там платье в ней. Вы с такой оценкой согласны? Очень даже согласна, спасибо девочкам за их, вот такие золотые руки, дай Бог, чтобы еще больше вязали, одевали их красиво, сами одевались, даже помогали всем. Детям есть чем учиться? Очень много, конечно, научатся они здесь, и мне тоже хочется присоединиться и поблагодарить тех людей, которые именно сделали много для радости и для счастья. Любовь Николаевна, такие выставки еще будут у вас? Да, желательно, чтобы больше. У нас очень много талантливых людей, и они с каждым годом выявляются. Большое им всем спасибо. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok